Микс Ньюс. Расстояние не имеет значения. Мне где-то еще минут 7 надо для того, чтобы добраться до дома. Радио не мешают границы. Те преобразования позитивные, экономический рост, улучшение уровня жизни. Все происходило во время моего премьерства. Самые откровенные мысли. Если я добрый человек, предположим, это другим судить, то от того, что я говорю, что у меня нет души в религиозном смысле, я не перестаю быть добрым. Только на Радио Болтком. Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи по скайпу с нами сегодня священник Русской Православной Церкви Константин Коболев. Здравствуйте. Да, отец Константин, слышите ли вы нас? Да, да. Вот, сейчас мы тоже вас слышим. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Для тех, кто звонит к нам из-за рубежа, код плюс 371 и номер в WhatsApp 230-6191. Вы служите священником в Бутырском изоляторе. И очень интересно, насколько трудно заключенные идут на контакт, насколько им необходим этот разговор со священником в период отбывания срока. Или это чувство необходимости и исповеди, оно возникает, может быть, позже? Или вообще заключенные не соглашаются идти на встречи за все время срока? Нет, вы знаете, мы уже служим много лет. Я вот второй десяток лет служу. И когда вот первый раз мы пошли, это в 2003 году, обходили камеры, то, входя в камеру, мы замечали некоторую напряженность. И как бы на нас смотрели с некоторым недоверием. Но поскольку службы после этого начались каждую неделю, вначале один раз в неделю, потом два, три, сейчас даже бывает и больше. И причем у нас устроена звонница, и совершается колокольный звон, поэтому вся тюрьма слышит, когда есть служба. Поэтому люди понимают, что это постоянно, регулярно. И как-то сознание, конечно, очень изменилось за это время. Но ведь у вас были случаи, когда на исповеди люди признавались, заключенные признавались в тех преступлениях, о которых даже не знали сотрудники Следственного комитета. Как это происходило, и как вы реагировали на это как священник? Ну, вы знаете, весь разговор, слава богу, который происходит между священником и человеком, который находится в вузах, он совершенно конфиденциальный, и мне не важно, по какой статье человек осуждает, или еще что-то, меня это все, меня не интересует, собственно говоря. Мне важна душа человека, я пришел всегда для того, чтобы ему помочь. Поэтому, ну как, начинаем разговаривать. Самое главное, какой-то установить душевный контакт между нами. Вот он человек говорит о том, что его волнует, что его тревожит, в первую очередь. Я же не следователь, не адвокат. Ну, вы можете быть своего рода защитником? То есть, если, скажем, в этом конфиденциальном разговоре заключенный говорит о том, что вот он сидит, скажем, незаслуженно, да, безвинно, и вы ему верите, стараетесь ли вы как-то помочь в этой ситуации? Вы знаете, во-первых, конечно, редко, ну, то есть, не редко, но зачастую человек не понимает свою вину вначале. И как бы, мало кто сразу скажет, что вот я виноват. Но в то же время мы знаем, что действительно есть люди, которые осуждены и безвинно, и незаконно, им даются не те сроки. Но мы мало можем на это повлиять. Можем по ходатайству, где-то написать свое мнение, какое-нибудь, написать бумагу, даже на суд сходить. Не очень нас слушают, к сожалению. Ну, а доверие, насколько трудно заслужить доверие заключенных, чтобы говорили о том, о чем не говорили следователю, может быть, о чем не говорили даже никому? Ну, вы знаете, я говорю, что все это дается годами. Как-то, мне кажется, что в настоящее время они как-то уже чувствуют во мне какого-то опытного батюшку, и то, как я с ними начинаю вести разговор, те вопросы, которые я им задаю, они как-то располагаются, а не видят, что я разбираюсь, как я нахожусь в теме, с разговорами, теме этого вопроса. Поэтому здесь у нас ситуация сейчас такая, что когда у нас не было еще мечети в храме, то приходили все из камеры, в том числе и мусульмане, и приходили и иудеи даже, и прочее. И, конечно, на исповедь, допустим, подходило около половины людей, из тех, кто пришли. А сейчас у нас уже есть и синагога, и мечеть, и у нас вот к батюшке подходит 75-80% от того, кто пришел. А приходят в основном из камеры все они, там никто не остается. Поэтому вот такой вот сейчас процент, так сказать, их, можно сказать, доверия к нам. У нас звонок радиоотслужитель на линии. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Да, Борис. Борис, а я вот хочу спросить продолжение Аниного вопроса. Человек сидит безвинно. Вы узнали, что он сидит безвинно, вы ему помогаете. И вдруг из соседней камеры или его сосед признается в том преступлении, за которое сидит этот невинный человек. Что вы тогда делать будете? Это чисто мазорительное представление, потому что я всегда, когда исповедую и заключенных в Бутырской тюрьме, и людей, которые у меня на приходе, я же служил в трех храмах, в том числе в тюремном, и вот ни разу ко мне не подошел на исповедь человек, который подставил другого. Ни разу. То есть я вот прямо спрашиваю, интересуюсь, так мне интересно все-таки найти, чтобы человек покаялся. Вот мальчиком был, разбил окно, убежал, за тебя другого мальчишку схватили, а ты ее смотрел. Ну вот, может быть, в таких еще грехах кто-то может покаяться. А вот так вот те люди, которые другого человека посадили, а сами пусты, они не приходят на исповедь. Это, я считаю, один из самых страшных грехов. И таким людям Господь не дает покаяния, наверное. Ну вот вы сказали до этого, что очень важно быть в теме, так очень точно сказали, потому что действительно, наверное, для того, чтобы заслужить доверие, в том числе заключенных, нужно понимать специфику их жизни. Вы в одном из интервью рассказывали эту историю про тренировочную крысу, о том, как заключенные передают друг другу записки. Да, это удивительно. Я хочу сказать другое, конечно. Важно для деревного священника, важно не только посещать храм, но все-таки иметь понятие о том, как суд совершается, какие там заседания проходят, как там слушается дело, там зачитываются материалы дела, опрашиваются свидетели, выступление премьев, когда адвокаты и прокурор выступают. То есть тут важно понимать вот эту всю кухню, и когда ты в разговоре показываешь, что ты это все понимаешь, конечно, к тебе уже отношение к другу. Нужно ли знать тюремный жаргон, как раньше называли Феню? Вы знаете, был такой случай, мы с ними, я хожу к ним, вот это хозяйственное обслуживание, вот мы сидим, чай пьем, заходит какой-то человек, я ему говорю, сядь, ой, извини, присядь. Да нет, нет, батюшка, вам можно. В тюремном жаргоне не допускается слово сядь, садись, то есть это имеется в виду, сядь за решетку. А если сесть на стул, говорит, присядь. Вот я сказал так, сказал сядь. Они говорят, вам, батюшка, можно. То есть не сходительны к вам. То есть нет, но они как раз на самом деле иногда священники пытаются заслужить какое-то такое отношение тем, что они применяют такие слова. Но на самом деле мы этим, наоборот, теряем свой статус. Они хотят услышать что-то другое, они хотят услышать человека с воли, того, который в данном случае не такой, как они. Ну, а зависит ли отношение заключенных в зависимости от их неофициальной иерархии? Ну, как известно, в тюрьмах есть свои. Ну, я не знаю. Вообще я с каким-то авторитетом сейчас пару раз. И потом, конечно, допустим, они могли бы помочь чем-то, храму. Ну, вот единственная помощь, которую я получил, это они подарили иконочку небольшую. Вот и все. То есть как-то, ну и слава богу, может быть. Потому что чувствовать себя частью этой системы, там, когда там поборы денежные, людей бывают и так далее. Конечно, не хочется. Ну, вот говоря о системе, об условиях содержания и цели, наверное, содержания заключенных, на ваш взгляд, может ли человек стать лучше в российской тюрьме? Вы знаете, в российской, не в российской, это не так важно. Главное то, что человек должен встретиться с человеком. В западных тюрьмах больше внимания этому уделяет. Там на каждого человека, который там находится в вузах, там бывают два сотрудника. И занимаются с ним с утра до вечера, в смысле до обеда, в трое с обеда до вечера. Вот у нас, конечно, этого нет. Но отношение сотрудников, самое главное, к тем людям, которые содержатся у нас, именно благодаря участию церкви, и, слава Богу, оно изменилось кардинальнейшим образом. Вы знаете, спросите любого священника, он вам расскажет случай какого-то абсурдного осуждения человека, абсурдного его ареста и так далее. И поначалу, когда приходилось о чем-то просить сотрудников по поводу данного какого-то заключенного, они говорили так, что, ну ладно, батюшка, мы вас уважаем, мы ради вас там согласимся, а вообще-то вы посмотрите, какие-то бандиты, за кого вы просите, посчитайте их уголовное дело и так далее. И вот через несколько лет, после того, как мы постоянно, регулярно проводили службу, сами сотрудники стали нам рассказывать вот эти случаи, каких-то абсурдов, которые происходят. Для меня вот это было, конечно, я заметил, это как величайший переломный момент. Если он, человек в погонах, каждого заключенного априори уже считает бандитом, и либо он уже допускает какой-то процент людей, которые попали сюда, ну не должны были попали. Тем более сотрудники говорят, называют это 10 до 40 процентов таких людей. Вот разные. По оценкам их. Поэтому, конечно, они уже относятся совершенно иначе. Они уже на человека смотрят, как на человека. И может быть, это как раз тот случай, может, это как раз тот человек, который вот попал сюда случайно, и он не виноват еще. Поэтому отношение, конечно, сотрудников очень изменилось. У нас даже были сотрудники, которые принимали участие в службе, например, там читали часы, вот, то есть там определенная часть службы. Есть такие, которые причащаются вместе с осужденными. Вот. То есть вот, конечно, изменения колоссально произошли. И это с одной стороны. А с другой стороны, со стороны самих заключенных, это трудно очень сломать эту стену, которая существует. Это предубеждение против сотрудников. Хотя, они вот могут быть обижены. На кого? На судью, на прокурора, на следователя. Но причем здесь сотрудник уголовно-исполнительной системы, которая тебя выводит на прогулку, на баню, еду тебе приносит, посылки и так далее. От него же ничего не зависит. Он же не может тебя отпустить или не отпустить, или еще что-то сделать. Как и батюшка. Вот. Поэтому, вот, тем не менее, среди, вот в этой системе очень большое предубеждение против сотрудников и всячески, так сказать, они остерегаются каких-либо контактов. Но вот это тоже меняется. Это тоже меняется. И как-то смягчается отношение людей, верующих, к тем людям, которые тут рядом с ними по долгу службы находятся. У нас еще звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Александр. Здравствуйте. У меня вопрос такой. После освобождения приходят к вам бывшие заключенные. Ну, вы знаете, или вы, что это они, которых вы исповедовали, в тюрьме, и как изменяется жизнь после отфильских, скажем так. Вы затронули очень важную тему, потому что, конечно, процесс ресоциализации, то есть возвращения в общество, реадаптации, человек потерял свои связи, потерял даже способность трудиться, например, или ухаживать за собой. Даже женщины там разучиваются готовить еду и так далее. Вот. И этот процесс очень трудный и очень болезненный. Но что касается того, чтобы прийти к батюшке, ну, есть такие случаи, не хочу сказать, что все прямо искали именно нас. Вот. Потому что главное человеку сохранить связь с церковью. Вот. И он в основном, допустим, посещает тот храм, который рядом с домом. Ну, целый ряд у нас наших бывших друзей поддерживают с нами контакты, встречаемся время от времени и как-то следим за ними. Как меняется жизнь? Ну, часто бывает, что человек умеет переломать себя, найти место в жизни, создать семью, детей. И, собственно говоря, никаких уже, никакой тени уже не остается от того, что он был в этих местах. Ну, а багаж, опыт этого, который он приобрел, ну, конечно, спиной не носить. на мой взгляд, на мой взгляд, даже если человек совершил чудовищное преступление, как, например, Брейвик в Норвегии, многих, ну, скажем так, на постсоветском пространстве возмущает условия содержания Брейвика в норвежской тюрьме, у которой есть и тренажеры, и компьютеры, и так далее. В Норвегии считают, что сам факт изоляции человека от общества уже является наказанием. На ваш взгляд, вот, люди, которые совершили чудовищное преступление, они заслуживают человеческих условий все-таки? Ну, вот, вы сказали, что многие сотрудники считают, «Ну, это же бандит, и зачем за него просить?» Ну, я хочу сказать о том, что мне приходилось, сколько у нас в Бутырской тюрьме именно находятся пожизненно осужденные, то есть, до тех пор, пока они по следствиям, они находятся в обычных камерах, когда их уже приговаривают к такому виду наказания, они помещаются в шестой коридор, раньше назывался коридор смертников, сейчас там находятся пожизненно осужденные, и нам приходится тоже туда, там бывать, разговаривать с ними, общаться. За все время был такой случай, когда, находясь там человеком, серийным убийцей, действительно, он, когда мы открыли окошко, чтобы заглянуть ему в камеру, он повернулся спиной, и никак не реагировал даже на наши слова, не подошел к окошку, там не стал разговаривать и так далее. Вот. А в основном люди эти общаются, подходят, говорят что-то, просят о чем-то. И были случаи очень глубокого покаяния. Ну, говоря уже о том, что в прошлом году, в самый день Пасхи, 8 апреля, Святейший Патриарх посещал как раз бы, Территорийский Терриум впервые, и он посетил несколько камер, было желание, одна из них, это была камера пожизнозаключения. Вот, он там присел, на стулчик рядом с ним, безо всякой охраны, и непосредственно они общались довольно долго. И вот этот человек, который стал христианином, пришел к Богу, хотя это, так сказать, на нем много жизней, в свое время он был участником группировки такой определенной, бандитской. Сейчас он стал другим человеком. То есть, такой человек может спастись в религиозном смысле? В религиозном смысле любой человек может спастись. Даже если у него много грехов, и на его руках много крови. Конечно. Но дело-то в том, что здесь я с пожизненными общаюсь вот только непосредственно с бутырки. Их увозят в определенные колонии, например, такие белый лебедь, черный дельфинт, черный беркут и так далее. А вот у меня вместе со мной служит отец Кирилл Марковский. Он сейчас возглавляет как раз тюремное дело в Москве со стороны ВСИН. И вот он постоянно каждый год ездит в эти места, в эти колонии. И много общается с пожизненными. У него есть и книги на эту тему. И вот он говорит о том, что такие люди, они разделяются как бы на две категории. Те люди, которые приходят к Богу и действительно начинают молиться, каяться, они преображаются, они с ними, даже с некоторыми из них приходят советоваться сотрудники, как вот какому-то старцу. Вот, то есть приходят за жизненным каким-то советом. Есть такие у нас люди. А вот другие, наоборот, те, которые не смогли это все перебороть, остались как бы власти этого греха. Они звереют абсолютно, они теряют человеческий облик, становятся фактически, есть такой аутизм, знаете, заболевание. Вот они фактически такими аутистами, кажется, что там дай ему палец и наткусит. Вот. И, как говорится, вот такая у них судьба. Здесь каждый выбирает свое. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв и потом вернемся и продолжим. Священник Русской Православной Церкви Константин Коболев с нами на прямой связи. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем. Программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи по скайпу с нами сегодня священник Русской Православной Церкви Константин Коболев. Здравствуйте, отец Константин. Еще раз. Спасибо. Еще у нас есть звонок. Его примем в этой части программы. Здравствуйте. Как вас зовут? Добрый день. Да, слышно. Александр. Да, Александр. У меня вопрос к вашему гостю. Слушаю вас. Как вы относитесь к высказываниям, ну, вы, наверное, знаете, митрополита Иллариона, который приравнивает Гитлера к Сталину, что в войне выиграли только крещеные, что ГУЛАГ – это концентрационные лагеря Гитлера. То же самое. Он что, не понимает, что целится в Сталина, а попадает прямо в сердце России. Да, спасибо вам. Ну, вот такой вопрос. Ну, я хочу сказать то, что вот как раз наша Бутырская тюрьма, благодарю вам за вопрос, это тюрьма новомученика. Очень многие люди прошли через ее стены, причем за, начиная прям непосредственно с 2018 года. И первые мученики, которые были расстреляны, которые находились в Бутырской тюрьме, это был в сентябре. 1918 года. И всего у нас только причислены к лику святых в настоящий момент 235 человек. Среди них, например, духовный отец моей крестной мамы, которая здесь, скорее всего, тоже находилась. Поэтому как я могу относиться к репрессиям, к ГУЛАГу, к НРП-тефакете? Безусловно, это была не просто ошибка, это был большой бесчеловеческий акт. Где было хуже, в каких лагерях, в сталинских или в гитлеровских, я думаю, что здесь принцип совершенно другой. Потому что Гитлер уничтожал представителей других наций. Это ужасно, это очень плохо, это совершенно недопустимо. В каком обществе, когда человек только пора, потому что он представитель, какого-то другого народа, должен быть уничтожен. А в советских лагерях уничтожали свой собственный народ. Причем, если говорили вначале, что там дворян, например, уничтожали, очень много среди пострадавших было тех же простых крестьян, когда говорили там земля крестьянам, а фабрики рабочих, тех же крестьян уничтожили. Очень много. И даже неизвестно сколько, потому что когда было раскулачивание, их просто вывозили в среди леса, выбрасывали из вагона, сколько там людей погибло, неизвестно. Что такое раскулачивание, я не знаю, курс его или нет, потому что когда у человека было два самовара, он считался уже кулаком. Один самовар он сам купил, а второй самовар ему хум подарил. Значит, он уже кулак. Если у человека 10 детей и 2 коровы, он уже кулак. А как этих детей прокормить? То есть, вы знаете, то же самое и рабочие, сколько рабочих пострадало. Поэтому говорить о том, что прекрасные дела были у коммунистической власти, которая уничтожала сусуственный народ, я никак не могу. И сказать, что хуже, я тоже не могу. И там, и там это большой грех, и слава Богу, что мы от этого отошли. А у нас в храме очень удивительно, у нас храм расписан сейчас. Я не надеялся, что в прямой жизни будет роспись храма, потому что это довольно сложно. Но вот как-то все сложилось, я даже не совсем понимаю, как это получилось. Но главное то, что мы, как только начали службу, мы стали писать иконы наших новомучеников. И именно с тем заделом, что когда-нибудь эти иконы помогут в росписи, создать роспись. так оно и получилось. И вот сейчас наш храм украшает лица тех людей, которые здесь сидели. И вот что самое удивительное, я уже говорил о сотрудниках. Сотрудники, когда заходят, заводят экскурсии различные, обрежают нам люди, представители как раз тюремных ведомств со всего мира, из Африки, из Южной Америки, из Австралии, из Африки, из Африки. И вот и они хвастаются, гордятся, это наши говорят, посмотрите. То есть они не говорят, вот мы их убили, мы их тут держали, мы их тут мучили. Нет. Они как раз говорят о том, что вот какие люди, они с нами. Вот это удивительно. Это на самом деле уже говорит об изменении системы и о том, что действительно наши новомученики, они нам помогают. Помогают в общении с суженными или последствиями, когда мы говорим о том, что вот смотрите, вот эти люди. Мы не знаем сейчас, у нас изменилась нумерация камеры и архив был уничтожен. Скорее всего в вашей камере, где вы сейчас сидите, кто-то из них находится. Вот. Это, конечно, действует на людей очень сильно и помогает людям справиться с теми условиями, в которых они находятся. Если говорить об искуплении вы, когда даете интервью, нередко вспоминаете историю из библейского писания, историю покаявшегося разбойника, который висел на кресте рядом с Иисусом Христом, он покаялся в последний момент и, согласно Библии, попал в рай, Бог забрал его с собой. Я вот хочу поговорить с вами на тему справедливости, вот согласно религиозной концепции, такого справедливости, такого скорого прощения, может быть. Есть люди, которые, например, всю жизнь служат Богу, терпят даже какие-то гонения определенного рода страдания, может быть, а кто-то кается в последний момент и попадает в рай. Вот в чем здесь справедливость? Ну, справедливость у нас вообще очень сложный вопрос, потому что мы же, когда вообще говорим о понятии преступления, наказания, так сказать, здесь же, с одной стороны, есть преступники, с другой стороны, есть жертвы, которые тоже требуют какой-то справедливости и какого-то наказания за то, что они выдержали. А бывает очень часто сейчас, к сожалению, у нас судебная система становится орудием, допустим, конкурентной борьбы, когда люди где-то в бизнесе в какой-то одной отрасли, и вот они, кто раньше другого посадит, тот и прав. Вот таким образом они, значит, убирают своих конкурентов. Вот это уже жертвой становится тот человек, который за решеткой. Вот. И поэтому, конечно, здесь очень много таких моментов, но у Бога представление совсем другое. Наша жизнь временная, она совсем другая. Мы живем ради жизни будущей. Все мы грешны, абсолютно, до единого. И причем грех и преступление это разные вещи. Есть такие грехи, которые не являются преступлением. Есть такие преступления, которые не считаются грехами. Вот. То есть не являются грехами. Например, те же новомученики, они были преступники с точки зрения коммунистической власти, в то же время они святые люди. Вот. Или же, например, люди, совершающие аборт. С точки зрения общества, это нормально, а с точки зрения церкви, это грех. Вот. Поэтому тут разные вещи. Но, тем не менее, тем не менее, вот у Бога, у него свой подход. И мы не можем, как говорится, рассуждать про... Бог справедлив, его справедливость, она высшая. Это, собственно говоря, есть тот критерий, та мерка, в которой мы должны оценивать наши жизненные дела, а не пытаться свести Бога к нашим законам и к нашим понятиям. Вот мы можем вспомнить и Фауста Гетте. Сколько одеял не старался, Мефистофель не старался вложить в него силы и труда, и все равно спасен в конце. Конечно. Здесь самые разные могут быть варианты. Мы не знаем, мы вообще не можем ни о каком человеке ничего судить. Какие были его последние минуты, о чем он думал, о чем он говорил, как он молился, как он каялся. Рассказывают различные басни, ну, правда или нет, о том, что тот же Сталин вроде покаялся там. Ну, не знаю, не знаю. Не могу этого судить и решать. Не нам это, не наше это дело. Наше дело относиться к человеку, который перед тобой. Вот мы приходим в тюрьму и мы видим людей, которые в нас нуждаются, которым мы нужны, которые просят нас о чем-то, которые обращаются к нам, которые верят в нас. И поэтому стараемся отдать действительно все свое сердце и все свои молитвы, все свои отношения к данному человеку. И насколько мы это сможем сделать искренне, насколько мы можем это сделать не лицемерно, не оценивая, кто это, преступник, непреступник, плохой или хороший. Как раз здесь появляется шанс, что человек именно на него это подействует, влияет, затронем его. А если он говорит, так, какая у тебя статья? Нет, 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 я тебя не буду прощать. По таким статьям мы не прощаем, например. То, конечно, и у человека не будет сил для его покаяния. Например, мне доводилось крестить на шестом коридоре людей, которые там обвиняются в тяжких преступлениях. Но я человеку говорил о том, что вот сейчас ты крестишься, все, начинается новая жизнь. Все, что было раньше, этого нет. И вот такой человек действительно становится совершенно другим, он живет, он старается кому-то помогать, он из зоны, такой зоны, где по жизни сидят люди, старается писать письма разным людям, помочь, ну, склонить одного, чтобы помог другому и так далее. Вот. А если бы я ему сказал, что ты вот такой грешник, мури, ну, он умер бы, наверное, уже. Ну, вот вы сказали о сердце, но ведь война, добра и зла, если мы говорим в таком широком смысле, да, а не местечком, то она незримая для нас. И если вспомнить Достоевского, братьев Карамазовых, здесь дьявол с Богом борется и поле битвы сердца людей. Можно ли сказать, что как раз тюрьма это то самое место битвы, поле боя на сердца людей? Да, конечно, собственно говоря, это наиболее концентрированный такой сгусток всего того, что есть у нас. Или если вы совершаете покупки в течение месяца, экономите, и стараетесь накопить для чего-то. И каждый день вы подсчитываете, смотрите, сколько вы потратили. И вдруг у вас одна какая-то непредвиденная большая покупка. Вот сразу вся ваша экономия слетит на нет. Правильно? Вот. Вот так вот и здесь. Эти люди, которые составляют, может, меньшую часть общества, но там сконцентрирована вся боль, они влияют максимально на все наше общество. Если мы вот в качестве эффективности приложение каких-то усилий приложим к ним, затратим на них какие-то средства наши душевные, даже и материальные, то для всего общества это будет наиболее эффективным вложением средств. потому что мы сможем вот как эта экономия не сделаем эту дорогую покупку и все у нас бюджет будет совсем другим. Вот. Так и здесь. Повлияв на этих людей, которые находятся как, вы знаете, кривая распределения. Вот я статистик, генетик. Вот. Вот кривая распределения галлоса, знаете, такая вот. Здесь вот, а потом на низ идёт. И вот сам вот этот вот хвост, который здесь вот внизу, вот этот вот низ, он влияет на средний очень сильно. Если мы вот чуть-чуть двинем сюда, сразу изменятся медианы. Вот. То есть, изменится всё общество, вложив, может, там какой-то небольшой процент людей усилия. Поэтому то, что вот на Западе, как мы говорили, хорошие условия создают таким людям, наверное, это правильно. 672-12-93-9 и 672-13-93-9 с телефона прямого эфира звоните. Звоните также из-за рубежа под плюс 371 и пишите в WhatsApp 2306191. Ну вот в контексте всё-таки добра и зла хотелось бы поговорить с вами ещё. Мне вспоминается фильм, современный фильм «Тёмный рыцарь», где как раз Джокер — это зло, а Бэтмен — это добро. И вот Джокер говорит такую, на мой взгляд, гениальную фразу своим последователям. Он говорит, «Вас только деньги интересуют, этот город заслуживает лучших преступников». То есть, он говорит о смыслах, о смыслах преступлений. Вот, приходилось ли вам сталкиваться с чем-то таким непосредственным в заключённом, в совершении его преступления, а более глубинным? То есть, когда он совершает своё злодейство не в целях получить, не знаю, денег или славы, а несёт какой-то замысел определённый? Ну, знаете, мне кажется, что вот эти все причёды, они всего отходят. Мне кажется, как-то нас, до меня не попадают, по крайней мере. Вот. Вот то, что человек действительно понимает, понимает, что я виноват, я грешный, я поступил плохо и так далее. Вот это да. То есть, всё-таки тюрьма помогает человеку разобраться в смысле и понять. Либо же человек уверенно говорит, что я здесь не виноват, ничего, так-то, так-то оно дело было. Я верю ему, потому что, ну, в какой смысле он у меня обман? Особенно, как мы уже говорили, с этой начали программу, если действительно при этом кается в каких-то тех грехах, которых никто не знает. Поэтому, собственно, он свидетельствует в своей искренности. Вот. Ну, что ж тогда? Тогда ему говоришь, если ты совершил такие страшные грехи, за которые ты не понёс наказание, а сейчас ты осуждён незаслуженно, то терпи теперь, терпи уже молча, не проси ни о каком снисхождении, ни о каком-то условно-назрочном освобождении или ещё что-то. Неси до конца тот срок, который ты получил, в плане того, чтобы он тебе засчитался из-за те грехи и другие, которые, вот, может быть, никто и не знает. У нас есть звонок, сейчас радиослушатель на линии. Да, здравствуйте. Как вас зовут? Извините, один маленький вопрос ещё, Александр. Вот в контексте добра и зла, как вы относитесь к гонениям староверов в середине 17 века. Спасибо. Спасибо. Ужасно, ужасно. Я вообще отношусь к ним очень хорошо, старобрядцам. У меня друзья есть такие, которые там служат. У нас есть такое явление, как единоверие. То есть, всё абсолютно совершается, то есть, мы же говорили, старобрядцы, обряд полностью сохранён. Единственное то, что они проходят учёбу в нашей семинаре. Потому что у них своих семинарий нет, и у них уровень священства снижается, потому что у них они получают нужное образование. И вот наша церковь, так скажем, новообрядческая, то есть РПЦ, она, это ещё было в 19 веке, в 20 начале, она пошла на встречу в плане того, что давайте мы будем едины в плане организационном, сохраняя абсолютно все ваши обычаи, обряды и какие-то вещи, которые не так важны для религии. И, конечно, то гонение, которое было, оно было извне. Я хочу сказать, что старобрядцы называют нас неконьянами, то есть последовательными, патриархами Никона. В то же время, что Никон фактически сидел на одной судебной скамье с Протопопом Вакумом. А судили-то их кто? Греки. Вот сейчас мы видим действия Варфоломея, например, мы видим действия греческой церкви, которая его поддерживает некоторых представителей. Вот это лукавство определённое, греческое, оно и проявляется. Они приезжали к нам в страну собирать дань, то есть просить милости фактически, потому что они были в тяжёлых условиях, но при этом увидели, что они могут повлиять и на нашу церковь. И, собственно говоря, по многому, именно из-за действий вот этих греков и случился данный раскоп, потому что они внушили нам, что у нас какие-то обряды неправильные, какие-то обычаи неправильные. Вот. Но наша церковь была свободной, у нас не было, не была порабощена каким-то народом. Даже когда платили дань татарам. А греческая церковь находилась во власти турков. Поэтому, где изменились больше обряды по влияниям чего-то внешнего, это ещё надо подумать. 6М2-12-93-9 и 6М2-13-93-9 телефоны прямого эфира. Четыре минуты у нас до конца остаётся, так что ещё успеете позвонить. Да, поскольку четыре минуты остаётся, хотелось бы поговорить с вами на такую важную тему, как чудо. В вере всегда есть место чуду, и вы выжили в авиакатастрофе. На вас это повлияло сильнейшим образом, о чём вы говорили. Можно ли назвать всё-таки это чудом, учитывая, что половина пассажиров в том самолёте погибла? Ну, вы знаете, у меня, конечно, были такие мысли, что я как-то в этом виноват, но, слава Богу, что, конечно, Бог не... Каждого человека решает отдельно. Конечно, мои какие-то мысли, мои какие-то действия, они никак не могли бы влиять на то, что именно данное случилось, эта катастрофа, так, да, а то, что четыре упали и погибли люди. А вот то, что я задал Богу вопрос, сказал, что Бог, привидение, если ты есть, убей меня, и получил ответ «Живи», то это, конечно, чудо, собственно говоря, которое меня и поддерживает эти годы. То чудо, которое привело вас к вере в Бога? Привело меня к вере, да, в конечном итоге вот я стал священником и могу помогать другим людям, которые нуждаются. Ну что ж, спасибо, что нашли время и вышли в прямой эфир программы «Абонент доступен». Это было очень приятно. Восстание вообще. Священник Русской Православной Церкви Константин Коболев был с нами на прямой связи. Спасибо вам, всего доброго и до свидания. До свидания.